Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Тиканоба Тойехара, японский художник, представитель последнего периода истории развития Уикиээ. Настоящее имя Хосимото Тойоси. Родился в префектуре Нигата, учился живописи в школе Кано, потом увлекся ксилографией и поступил в мастерскую Тойехара. По японским обычам ученик взял фамилию учителя и псевдоним, начинающийся с последнего иероглифа его имени. В отличие от Тойехара Тиканобу мало интересовал мир театр. Он обратился к жанровой живописи, сюжетами его композиции были сцены из прошлой и современной жизни Японии, легенды и мифы, изображения прекрасных женщин и детей, события китайской и японской войны 1994-1995 годов. Я пользуюсь переводной википедией. Главной темой творчества художника стали события и люди эпохи Мэйдзи. В этот период произошли глобальные перемены истории страны. Падение сигуната, возврат императорской власти, конец периода блестящей изоляции и активное внедрение западных теорий, технологических новшеств, моды и так далее в японское общество. Тиканобу можно назвать своего рода официальным художником новой элит, гравюры, портретами императорской семьи и его окружения, изображения обычаев и поведения женщин, живущих во дворце Микадо. Это была ранее запрещенная тема. Аристократок, одетых по европейской моде и в традиционных нарядах, путешествия японцев за границу и представления новинок, как концерт европейского оркестра. Вот далеко не полный круг тем, которые интересовали художники. Вот все, что написано о Тиканобе Тоюхара, апонском художнике, год жизни, 1838-1912. Пока-пока, до свидания.